А сегодня я хотел бы говорить о том, о человечности, друзья. Вот, знаете, такой момент есть, что такое быть человеком? Что, какое предназначение и что это значит быть человеком? Я бы хотел, чтобы мы поговорили о том, для чего мы сотворены. Ведь Бог сотворил нас для того, чтобы мы не просто существовали, но были кем-то и делали что-то. Вот, были кем-то и делали нечто, то, что Богом предусмотрено для нас. Хотя владычество над творением, многие скажут, вот наше предназначение, владычествовать над творением. Поэтому всякая тварь, а людей тварями тоже называют, да, будем над ними владычествовать. Неправильно. Всякое владычество над творением подразумевает некое действие. Но перед тем, как делать что-то, нам нужно понять, кто мы. Кто мы? И каким образом потом использовать тот дар, который Бог нам дал. На вопрос, кто мы, нужно будет ответить. Хотел бы разобрать этот вопрос с вами. Но перед тем, как начнут разговор, хочу напомнить, что завтра всемирный день памяти Холокоста. Если вы не понимаете и не знаете, что это такое, приглашаю вас на ночную молитву, где вам это объяснят. За это помолятся, чтобы это никогда не повторилось. Чтобы этого не было в жизни ни одной нации, ни одного народа. Чтобы не повторилось то, что происходило, можно сказать так, 70 лет назад. Это наша боль. И чтобы вам немножко напомнить, хочу зачитать одну выдержку из блога одного человека. Чтобы мы как бы вернулись назад, испомнивая нашу человечность. В 1996 году я решил уволиться с телевидения, пишет Семен Винокур в блоге «Слушай Израиль». Это был мой последний рабочий день. Снимаем мужчину, главного повара гостиницы «Дан Панорама». В соседней комнате кто-то мычит. Тут повар поворачивается и кричит в стенку. «Папа, они тебя все равно снимать не будут!» Мычание прекращается. Я спрашиваю, а зачем ему сниматься, вашему папе? Он хочет рассказать о своей жизни, говорит повар. Может, сделайте вид, как для Близора поснимайте, чтобы у него давление не поднималось. Рабочий день закончился, отрезал мой оператор Ави и начинает собирать оборудование. У них на телевидении это было железно. Семь часов работы, два обязательных перерыва и на все начихать. Собственно, поэтому я и уволился. Ничего нового там уже нельзя было сделать. Стало мне больно. Достал я свою камеру, мартышку и сказал сыну, повару, «Папа, мне торопиться некуда. Показывайте, папа!» Заходим в полутемную комнату. На кресле качалки сидит старик и смотрит на меня круглыми глазами. Повар говорит, «Папа, познакомься, это самый извечный режиссер!» «Это было сразу после войны», начинает старик, «еще прежде, чем я успею сесть. А это увидят люди, подозрительно кивая на камеру. Обязательно говорю, это она выглядит как мартышка, но это профессиональная камера, дедушка. «Говорите!» «Так вот, — говорит старик, — мы ездили по Польше, искали сирот. Мы постановили в нашем кибуце движение, чтобы должны успеть раньше религиозных. Те ведь тоже искали. Мы хотели, чтобы не заморачивали они детям головы. Это знаю. Это такое религиозное состояние. Я жил и родился в Польше, в религиозной семье. Но вовремя думался, «Так вот, приезжаю я в один монастырь под Краковом, приводят меня к настоятелю, говорю ему, так и так, я из Израиля, ищу детей-сирот, хотим их вернуть на нашу историческую родину». Он мне говорит, «Садись, попей нашего чая травяного, сижу, пью чай». А он рассказывает, «Да, — говорит, — есть у нас еврейские дети. Скрывать не буду». Наш монастырь брал детей. Настоятеля соседнего монастыря повесили, когда узнали. Я боялся. Но когда дело доходило, не мог отказать. Ну, сам посуди. Приходят евреи в монастырь. Тихо, ночью, чтобы никто не видел. Стучат в окно. Открываю. Они заходят. С ними их сынок. Маленький. Еле на ножках стоит. Завернутый в пуховой платок. Только глаза видны. «Возьмите, — говорят. Завтра нас уводят». И вижу, как мама личико открывает, волосики разглаживает, целует, целует его. Чувствую, как прощается. И я знаю, они не вернутся. Ну, как тут взять их? Так, беру. Спасибо вам огромное, говорю настоятелю. Вы настоящий праведник. А он мне говорит. И так бывало по пять-шесть за ночь. Идут, идут, а я боюсь. Но беру. И братья в монастыре, они все просто знали и молчали. Ни один не проговорился. Спасибо вам. Спасибо, повторяю. Вам за все и за всех братьев монастыря. Спасибо, что сохранили наших детей. А теперь, говорит, вы приехали забрать их. Повезу их на родину, говорю. А он мне говорит. А как вы их отличите, детей ваших? Что значит, как отличу? Спрашиваю. У вас же есть еще списки? Остались? Нет, говорит. Нет никаких списков. Мы никаких списков не составляли. А если бы вы их нашли, не дай Бог. Послушайте, говорю. Спасибо вам. Спасибо за детей. Конечно, но я без них не уеду. Покажите мне их. Я их заберу. И все. Вы что ж, насильно их заберете? Почему насильно? Я им все объясню. Они ничего не помнят. Что вы им объясните? Что у них были другие родители. Говорю, что они наши дети. Мы их давно уже считаем нашими детьми. Говорит. Но они же наши дети. Покажите, говорит. Есть у них... А, докажите, говорит. Есть у наших детей, говорю. Одно отличие. Это наши дети. Говорит он жестко. Никакой проверки я делать не позволю. И встает. И я встаю. И чувствую, что за мной встает весь наш многострадальный народ. И говорю веско. А ну-ка, ведите меня к детям. Хорошо. Пойдемте. Говорит он спокойно. Но на меня не надейтесь. Сами определите. Где ваши дети? На глаз. И приводит он меня в большой зал. В такую огромную спальню. Я вижу там много-много детей. Брысых, чернявых, рыжих, разных. Время вечернее ложатся спать. Все дети причёсаны. Сыты. Чистые личики. Румянец на щеках. Сразу видно, что любят. С любовью к ним относятся. Стоим мы посреди зала. И настоятель говорит мне. Ну как вы определите? Где ваши дети? Молчу. Не знаю, почему не отвечаю. А он мне говорит. Если ребёнок захочет, мы нас сильно держать не будем. Обещаю вам. И продолжает. Просит. Родителей своих, они не помнят. Вместо их родителей мы. Не мучайте их. Оставьтесь здесь. Тут проходит мимо чернявый. Я ему наидыше говорю. Как поживаешь? Малыш. А он мне по-польски отвечает. Здравствуйте. Меня зовут Иржи. Я вас не помню. У всех польские имена. Слушай, я голос монаха. Все говорят только по-польски. Их дом здесь. И тут я окончательно понимаю, что ничего сделать не могу. Что это насилием будет. Если я буду искать их. Объяснять. Уговаривать. Но даже если я определю, кто наши дети. Они же не согласятся ехать. Надо оставить всё. Как есть, думаю. И уходить. Вот уже потушили свет. Вот уже все легли. Поворачиваюсь. Чтобы идти. Смотрю на настоятеля. Он разводит руками. Думаю. Ну не в тюрьме же я их оставляю. Им здесь хорошо. И тут откуда. Только всё это берётся. Впрочем, не знаю откуда. Из детства. И вдруг я спрашиваю настоятеля. А можно я им только один вопрос задам? Можно, говорит. Задавайте. И тогда я набираю воздух в лёгкие и громко, чтобы со всех сил говорю. Шма-Израэль. Адонай-Нахэну. Адонай-Эхат. До сих пор мурашки по телу идут. Когда-то вспоминаю. Вспоминая, как всё это стихло. Такая тишина наступила. Гробовая тишина. И вдруг. У окна приподнимаются две головки. А потом у дверей ещё две. И у прохода одна. И поднялись. И смотрят на меня. Смотрят и смотрят. И вижу ей глаза. Такие большущие. Удивлённые. Тут спускаются они. Ноги. На пол. И вдруг начинают ко мне бежать. Как по команде. Со всех сторон. Стучат голыми ножками в полу. И бегут. И так слёты втыкаются в меня. Я плачу. Не могу сдержать слёз. Обнимаю их. Заливаюсь слезами. Повторяю всё время. Дети мои дорогие. Вот я приехал. Ваш папа. Приехал. Забрать вас домой. Смолкает старик. Вижу, как дрожит у него подбородок. Не было дома. Чтобы не знали этой молитвы. Говорит. Утром и вечером повторяли. Слушай, Израиль. Бог наш. Бог один. И жила она в сердце каждого. Снова молчит. И я. Не прекращая съёмку. Вижу, что ещё не конец. И действительно, он продолжает оглядываясь. Я. Говорит он. Стоит этот мой монастоятель. И так у него голова качается, как у китайского болванчика. И он тоже еле сдерживается, чтобы не завыть. И дети вдруг. Вижу, разворачиваются к нему. На него смотрят. И на меня. Оглядываются. Снова на него. И на меня. И вдруг начинают к нему пятиться. А я молчу. Сказал себе, что не буду. И всё. Пусть сами решают. И тут вдруг настоятель говорит. Дорогие мои дети. Как я счастлив. Говорит, что вы возвращаетесь домой. Они останавливаются. Вижу, он еле выговаривает слова. Всё исчезнет. Дети мои. Говорит, вот, увидите. Не будет религии, нации. Не будет границ. Ничего, ничего не будет разъединять нас. Любовь только останется, говорит. И вдруг делает к ним шаг. Обнимает их. И улыбается. Улыбается. Любовь. Она и есть вера, говорит. Вот. Возлюбим мы ближнего, как само себя. Не меньше, не больше. Возлюбим, как само себя. Вот тогда и раскроется. Нам, что есть любовь. Что Он, Бог, любовь. Дети мои, любовь. А мы все, семья. Весь мир, дети мои, большая семья. И замолк, замокает. Дети стоят, молчат. Я молчу, все молчим. А я к вам, говорит настоятельный, обязательно приеду. Говорит Он, обязательно приеду. И как же. Вы только не забудьте о нас. Там, дома. Потом поворачивается, уходит. Спотыкается, уходя, чуть не падает. Это уже старик говорит. Так я их привез сюда, говорит царик. Двенадцать мальчиков. Всех мы воспитали в нашем Кибуце. Я им очень, я ими очень горжусь. Трое погибли в 73-м войну судного дня. Тяжелая была война. Йоси сгорел в танке на Синане. Ари и Хай прямым попаданием. Еще один Яков поженился на Хане. Такая была свадьба веселая. А через три года в автобусе в Иерусалиме. Это был известный теракт. Подорвались. Настоятель приехать не успел. После этих слов старик замолчал. И я понял, что съемка закончена. Я уехал из этого дома уже поздним вечером. Сын повара приготовил мне такой ужин, какого я жизни не ел. Я обещал, что посмотрю очерк и привезу им. На завтра была срочная работа. Я завершал свое пребывание на телевидении. Они выживали из меня последние соки. И через неделю я решил посмотреть материал. Вытащил кассету. Пусто. Испугался. Стал вертеть туда-сюда. Проверял, где только можно. Даже поехал нас своим ребятам, операторам. Подумал, может у меня что-то не с головой. Они мне сказали, что забыл включить на запись. Другие что-то говорили про кассету. Третьи что-то на камеру. В общем, не снято ничего. Вечером позвонил повару, долго говорил и извинялся. Он выслушал меня. Потом сказал, знаете, я вам очень благодарен. Вот тебе раз думаю. А он говорит, за что? За то, что вы остались. Услышали его. А потом вдруг говорит, отец мой сейчас в больнице. Похоже, что осталось ему несколько дней жить. Но он лежит тихий, как ребенок. Не стонет, не кричит, улыбается. Завтра день в памяти Холокоста. Я думаю, что нам нужно задумываться о нашей человечности. Возвращаясь к моему посланию, я просто хочу четко определить, кто мы, как община. Мы хотим, чтобы каждый, кто присоединяется к общине Орхамашек, знал, что мы от него ожидаем. Я говорю, первое, это человечности. Чтобы мы могли сострадать друг к другу. Чтобы мы могли протянуть руку друг к другу. Чтобы верить в то, что мы верим. Принадлежать тому, по что мы посвящены. Чтобы стать частью того, что Бог вручил нам. Строить вместе с нами. Все, что я говорю, вы можете прослушать и побывать на наших членских классах. По этой причине мы четко и настоятельно внедряем эту позицию членства в нашей общине. С чего же все началось? Бытие, первая глава, Багашид, 26 стих. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими и над птицами небесными, над зверьми. И над скотом, и над всей землей, и над всяким гадом, пресмыкающим по земле. Этот стих станет самым основным. Если я сотворен для того, чтобы жить на этой земле и исполнять мое божественное предназначение, тогда вопрос у каждого из нас стоит в одном. Какое оно? Что это за предназначение? Когда нам с вами говорят о том, что мы к чему-то предназначены, что у нас есть особенное предназначение, мы думаем об этом и, знаете, к нам закрадывается мысль, меркантильная мысль о том, что мы очень особенные. Когда особенно пророчествуют нам. Твой дар, он нужен общине или там людям. Ты особенно предназначен, тебе особенное предназначение. Знаете, приходит такое состояние гордости, что у нас что-то на самом деле есть. Что мы какие-то особенные, уникальные. Да, мы уникальные в том понятии, что мы созданы по подобию образу Божьему. Но правда в том, что делать тут не самих нас, а в Боге, который нас сотворил. Вот здесь надо понять всегда о том, что уникальность не в том, кто мы есть, и в нашем предназначении, наших способностях, наших дарах, а в том, как мы видим Бога, как нашего Творца, который может через нас сделать то, что Он хочет сделать. Мы несовершенны в этом мире. И найти ответы на все эти вопросы, которые у нас есть, несовершенство, нам иногда невозможно. По этой причине мы ищем ответы в нашей некомпетентности, в этом мире, который развращен и погружен в грех. Кто-то, может, находит путь праведности, а кто-то и нет. Каждый из нас рожден с чувством, что мы должны принадлежать к чему-то или кому-то. Это может принадлежность семье, то есть ячейка общества, семья, да? Мы принадлежим школе, клубу, группе по интересам. У нас есть друзья, у нас есть сети социальные, где мы принадлежим каким-то сетям всегда, которые наброшены на наш разум. Мы можем принадлежать религиозным сообществом и так далее, и тому подобное. Я не знаю, как это бывает у девушек, но, знаете, у ребят проявление принадлежности всегда, оно проявляется агрессивно. То есть кому-то чего-то доказать нужно. Я говорю на опыте своем, когда наблюдал за своими ребятами, своими пацанами. Я скажу, что мужчины просто пытаются отличиться чем-то отважным, сильным, героическим. Знаете, они кидают вызов каким-то трудностям, и для того, чтобы их признали крутыми, кто-то делает трюки на велосипедах, кто-то играет классно на гитаре, на барабанах, кто-то, может быть, строитель, а кто-то, знаете, говорит, мне не слабо, и я могу выпить литр водки. И мы говорим, мужики, посмотрите, как я могу. Я не знаю, как девушки, я не знаю, чем девушки пытаются отличиться, знаете, вот друг перед другом, наговорю от ребят. И знаете, вот этот, смотри, мне не слабо, знаете, оканчивается либо больницей, дай Бог повезет, не смертельным случаем. И знаете, этот фактор, он всегда влияет на нашу жизнь. Мы хотим принадлежать кому-то. Мы хотим принадлежать, чтобы нас услышали, увидели, приняли. Потому что чувство отверженности у человека очень и очень сильное. Один из таких поступков мы можем найти в бытие, в начале книги. Бытие 3 глава. Говорит о поступке, где вот это понятие «тебе слабо?» Знаете, я думаю, что вот вопрос такой. Если бы писали Библию на современном языке, наверное, было бы так, когда Ева вкусила плод запретный, потом Адаму протягивают, ну тебе что, слабо? И вот тут происходит то, чего мы потом сильно пожалели. То, что привело к, знаете, вот плачевному результату. Бытие 3 глава 7 стих. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание, услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог Адаму, и сказал ему, Адам, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся». Хочется заметить то, что Адам и Ева, после того, как они вкусили запретный плод, они мгновенно почувствовали себя. Как вы думаете, «керл»? Оставленными. Другими словами, они почувствовали, что их приглушает такое чувство, как отверженность. Отверженность. Другими словами, грех или нарушение заповедей всегда толкает человека на чувство, что он отвержен. Мгновенно. Потому что ты ходил с кем-то, ты знал Бога, ты чувствовал ее святость, ты переживал что-то, но ты, когда нарушаешь Божьи повеления, ты чувствуешь, что ты отвержен. Не ты отверг Бога, а наоборот, как будто ты чувствуешь, что тебя кто-то отверг. Чтобы вы знали, при падении человека, человека в грех, он переживает чувство, которое мы в простонародии называем отвержуха. Мы говорим, ты чувствуешь, что ты какой-то обиженный, отверженный. А если в глубину посмотреть, эти люди чувствовали, что они, и многие из грешников, что они здесь лишние. Божьи скажу, они почувствуют, что они не могут больше принадлежать Богу. Они отделены. И не только они уже не принадлежали Богу и месту, где они общались с Богом, они почувствовали, что они отвержены друг другом. Это часто бывает. Соделанный грех, он толкает человека на то, чтобы, ну, между собой. Даже Адам и Ева, когда открылись глаза, они почувствовали отверженность такую. И при всем этом, извините, они дадут сказать, Эва, извините, не смотрите на меня так, я стесняюсь. Они почувствовали себя нагими. И уже совсем, знаете, вот так вот, тяжело посмотреть на тот факт, что, услышав Бога, хозяина и Творца, они пытались спрятаться. И вопрос, где ты спрятишься от Бога? За каким пустом? А? Я думаю, что Бог там был, был там, где Адам чувствовал себя неполноценным. Услышал голос твой и испугался. Бог ничего не делал такого, чтобы его, чтобы напугать своих детей. Мы думали, что вот пришел Бог, они испугались. На самом деле, грех сделал это разделение между нами и Богом, превращая это в такое состояние, как отверженность. Бог никогда никого не пытался напугать и отвергнуть. Это сделал грех. Когда люди, я говорю о нас, а в общине, верующие люди, когда они нарушают заповеди Господни, они понимают, каждый человек понимает, что он делает грех. Неправильно. Потому что познание добра и зла живет внутри нас. Мы знаем конкретно, что хорошо и что плохо. И когда мы делаем плохо, у нас есть одно состояние, многие люди делают так. Они пытаются больше не приходить ни на домашнюю ячейку, ни на молитвенное собрание, пытаются не приходить на общее собрание, не участвовать в этом. Ну, это, знаете, момент такой, что правильно, что тебя совесть осуждает, но неправильно уединиться. Почему? Потому что чаще всего люди думают, если об этом узнают, значит, отвергнуть. Если узнают, значит, не поймут. Если узнают, может быть, как с Адамом и Евой, выгонят из рая. Поверьте, здесь не рай. Выгонять уже дальше некуда. Вопрос наших понятий. Когда люди даже отдают друг друга, не знаю, там, вещи, деньги, инструменты, а потом не могут их либо отдать, либо где-то потеряли. Чаще всего верующие люди делают следующее. Вместо того, чтобы приходить и сказать, давай будем молиться, делать прорыв в этом. Я попытаюсь отдать финансы, отдать вещь, инструмент, найду, сделаю все как надо, делаю следующее. Отойти от этого. Уйти. Уйди. Теперь отвержуха начинается. Отвержуха, потому что тебя не приняли. Ты одолжил сам, но тебя не принимают. Хочу сказать, что это неправильно. Вместо молитвы, вместо того, чтобы общаться и верить Богу в чудеса и знамения люди разрывают отношения, и это неправильно. Хочу сказать две вещи относительно нашего призвания, нашего места в жизни. Мы рождены в этот мир уже с чувством, как я уже говорил, отверженности. Это плохая новость. Плохая новость в том, что мы отвержены, мы рождаемся в этот мир. Плохая новость в том, что Бог хочет принять нас. Но в чем плохая новость? В том, что у Бога есть принцип. Он принимает только чистое. Он принимает только чистое. Еще раз хочу понимать только чистое. Но наши беззакония, наши беззакония произвели разделение между нами и Богом нашим. Грехи ваши отвращают лицо его от нас, чтобы не слышать. И Римлян 3, 23 говорит, потому что все согрешили, лишены славы Божьей. Это слово согрешили, это мимо цели. Я хочу говорить, что есть добрая весть, но плохая весть в том, что Богу нужно идеальное все. Идеальное. И в этом идеальном мы видим, где написано в Левитах, 22 глава, 21 стих, и если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обет или по усердию, или в праздничные праздники ваши из крупного скота или мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодной Богу, никакого порока не должно быть на ней. И поэтому восстановление отношений с Богом, и Он хочет ее восстановить, но то, что мы должны сделать, мы должны прийти к Нему чистые. А это невозможно. Потому что невозможно, будучи грешными людьми, оскверненными, прийти просто к Богу, и Он так примет. Нам нужно осознавать очень важные вещи. В Евреям 5 главодятый стих, и совершивший, сделался для нас послушным Ему виновником нашего спасения. У Бога есть путь, Он решил этот путь через Ешо Мессии, сделать нас чистыми, освященными, сделать так, чтобы можно было нас принять к себе. Потому что без пролития греха нет прощения грехов. Ибо Он одним приношением навсегда сделался совершенных, освящаемых. Другие Исламы, Он нас сделал совершенными, освящая своей жертвой. Мы не идеальны в своих делах. Друзья, мы не идеальны в нашей жизни, но никто не дает никому никакого права осуждать нас, тем более говорить, либо осуждать наши поступки. Потому что Бог, Он нас судит. Не могу сказать обо всех, и не хочу говорить обо всех людях. Мы должны судить сами себя, верили мы. Мы можем направлять человека к его истокам, к его глубине, чтобы он рассмыслил над собою, и он принял решение. могу сказать, что жертва, которая принесена была Богом, она была безупречна. В этом есть Божие откровения. Что же сказать на это? Если Бог с нами, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Мессия, Ишуа умер, но и воскрес Он в Одесную Бога и ходатайствует сегодня за нас. Друзья, вот этот момент нужно понимать, то, что сегодня будем делать, будет хлебопреломление, Он является ходатай, Он очистил нас и ходатай здесь за нас, чтобы мы были чисты, человечны. И так будем совершенны, как совершен Отец Вас Небесный. Посреди Нагорной проповеди Ишуа говорит, будьте совершенны. В чем наше совершенство? Если нашими делами, то, как мы делаем, то, наверное, напрасно мы веруем, потому что люди пытаются делами, не могут достичь ничего, но с самого выражения будьте, то есть станьте совершенны перед Богом по причине того, что Ишуа умер за вас. Станьте, и вы станете, если вы примете Ишуа личным спасителем, поверите, что Его жертвы было достаточно, чтобы нас сделать другими. Как я уже говорил, без пролития крови нет прощения греха. Никто не может быть совершенным или идеальным. Многие из нас пытались, пробовали в этом мире, мы пытались это сделать, но не могли достигнуть, потому что чувство, вот это, которое я говорил вам, что мы рождаемся уже в этот мир с отвержением, отверженными. Мы отвержены везде, по всем параметрам. В чем состоит благая весть? В чем благая весть Нового Завета? В том, что мы рождаемся свыше. Когда мы принимаем Ишуа личным спасителем, мы рождаемся свыше, а если мы рождаемся свыше, то мы принимаем Богом через это рождение. И вот я не знаю, как вы переживали, но когда мы приходим до того, как мы пришли к Богу, своими чувствами, что мы отвержены, нас не понимают, мы как-то в этом мире чужие, и когда ты исповедуешь свои грехи, ты принимаешь Ишуа личным спасителем, вдруг, в какой-то момент ты чувствуешь, что ты приблизился к Богу, и Бог говорит, ты сын мой, ты моя дочь, и мы почувствуем себя принятыми. Вот этот момент очень важен для каждого верующего человека, этим мы должны стоять, рождение свыше, для того, чтобы мы были приняты, поэтому Бог Ишуа говорит, тебе должно родиться свыше, для чего? Чтобы ты был принятым, чтобы ты не был отверженным, чтобы чувства отверженности никогда не было, потому что твой Отец Небесный, Он здесь всегда с тобой. Итак, Ефесянам 1, 24 стих, Итак, Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы, непорочны перед Ним в любви, предопределив, усыновил нас себе через Ишуа Мессию по благоволению воли своей, в похвалу, славе, благодати своей, которой Он благовествовал нас, возлюбленным, принадлежащим Его Сыну, которым мы имеем искупление, которым, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству, благодати Его. И это не наш дар. Не по нашим делам. Это Его дар. Он дает нам. Немного, знаете, когда посмотрел на все эти места Писания, я понимаю, что мы принадлежим Ишуа. Мы должны понимать то, что мы принадлежим семье Божьей. Мы принадлежим Ишуа, мы принадлежим Богу через очень интересные высказы. Например, Марка, 9 глава, 41 стих. Кто напоит вас чашью воды во имя Мое, потому что вы Христовы, те, кто в Мессии. Истинно, говорю вам, не потеряйте награды своей. Тут не говорится, кто отравит другого во имя Мое. Друзья, но если мы говорим на кого-то неправду, если мы доносим на кого-то, если мы обвиняем кого-то, мы что, его водой живой наполняем? Научничаем, говорим, сплетни и так далее, или мы отравляем. если мы его, и мы должны приносить воду живую. Но если даже мы хотим обличить кого-то, то Писание говорит, обличайте в любви. То есть, таким образом, чтобы приобрести друг друга, поэтому мы должны использовать слова Божьи, для того, чтобы приобрести человека. Мы принадлежим одной семье, по местному телу Мессии, в котором не надо гадить, но убирать, не рушить, но созидать, не убивать, но врачевать, ведь к этому призвал нас Мессия. И ретрит как раз показывает и проявляет всех нас в работе, в помощи, в сострадании, чтобы всем было в этом доме достаточно места. Мы должны принадлежать этой общине. Если вы хотите принадлежать, вы должны принадлежать, вливаться в жизнь общины, проходить членские классы, стали быть частью молитвенного служения, домашних шибатных групп, служения детям, подросткам, женского служения, гостеприимства, порядка, посещения больных, реподинационных центров, театрального, танцевального служения, прославления в бизнес-группы, помощникам в работе с сиротами, детьми, которые на улице, в евангелизационном служении, группе попечителей, другими словами, займитесь делом. Займитесь делом. Я сегодня обращаюсь не только к нашей общине, я обращаюсь к тем, кто сегодня смотрит нас по интернету. Может быть, вам делать нечего, пусть в интернете сидите, займитесь делом. в каждую общину нужны люди, которые будут поддерживать друг друга на стремление. Не стремитесь к служению, которое не написано в Писании, это собирать информацию о других людях, о их слухах, знаете, о том, что, кто, где, как, что, почему, откуда. да у Бога и нет такого служения. Нету. Нету служения, называемого сплетней в собиранке. Окей? Нету такого. Нам нужно быть Божьими детьми, а не его врагами. Первое послание Тимофея 4,6. Внушаяся, братья, буду негодных же и бабьих сплетен, отвращайся. упражняй себя в благочестии. Седьмая глава. Первая Тимофея 4,7 стих. Мы сейчас принадлежим Богу по причине Его смерти и воскресения из мертвых. Мы одно целое. Ишуа пришел к своим, написано, и свои не приняли его. Часто говорят, что это евреи. Господь пришел к своему творению, к тебе и ко мне. И многие из нас не принимали его до определенного времени. Несмотря на избранность, еврейский ты или не еврейский, да? А то, что придя к своим, к своему творению, он не был принят. Исаия 53,3 говорит, он был призрен, то есть отвежен, умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что не ставили его. Другими словами, говорится о том, что он был отвергнут отцом для того, чтобы мы были приняты. Без того, чтобы... как еще объяснить эту ситуацию, даже не могу вам это объяснить. Если мы не примем одну вещь, что он был отвергнут для того, чтобы мы были приняты, и этим он страдая на Голоковском кресте, понимая, что происходит, он дает нам жизнь, потому что что дальше происходит, например, Марк пишет 15 глава, 34 стих, что значит, Боже мой, Боже мой, почему ты оставил меня? Я не буду углубляться в дебаты, почему так Ишуа сказал, но я могу сказать, что громким голосом он кричал, потому что он не понимал, он никогда не знал чувства отверженности. Вы слышите, нет? Он говорит, я и отец одно. Как человек, он никогда до этого времени не переживал отверженности, и вдруг в этот момент он пережил то, что переживает каждый из нас. Он говорит, Боже мой, Боже мой, почему ты меня оставил? Для того, чтобы быть принятым, он стал отверженным. Мы рождены с чувством отверженности, и на самом деле нет причины нас любить. Потому что у каждого у нас характер, с которым нужно вживаться. Я вас умоляю. Мама, это уже хорошее исповедание. Мы сродились с характером, который отверженный. Каждый раз, когда мы что-то слышим, мы чувствуем, что это против нас. Мы говорим добро, мы чувствуем, слушаем, что против нас хотят какие-то вещи. Мы чувствуем, что мы не приняты. И это нас никак не делает счастливыми. Нас не могут любить ни люди, даже, скажу так, нечего нас любить, даже Богу. Потому что мы это сделали в начале нашего творения. нечегося. Бог усмотрел что-то лучшее. Он в Ишуа примирил нас. Но Бог свою любовь к нам показал тем, что Мессия умер за нас, когда мы были еще грешниками. Примите это. Все, что нужно сделать сегодня, те, кто никогда не принимал Ишуа Личным Спасителем, принять его. Не удивляйтесь, нет причины. Знаете, я думал, как вообще мне объяснить такую вещь, чувство это. Да что мы вообще любим друг друга? Вообще, как Бог любит нас? А я уже говорил эту историю, у меня были проблемы, даже вот, я думал, как это возможно вообще, что Бог меня полюбил, я приняду Богу. И вот однажды в моей молитвенной жизни Бог начал проговорил ко мне, знаете, вот Валь, вот скажи, пожалуйста, за что ты любишь своих детей? они на голову залазят, они выкручивают нам руки, да, они нами манипулируют, они нас обманывают, они шалят, ты за них нервничаешь, даже как бы, ну, вступаясь за них, правда, они наделают такого, как, естественно, спросить от всех родителей, скажут, ну, вообще, но вопрос такой простой, был, за что ты их любишь? Да, они твоя кровь, да, они твоя кровь, ну, хорошо, что, только это? И знаете, он говорит, потому что они твои, как бы они, какими бы ни были они, чтобы не вытворяли, они твои дети, я вам скажу честно, что бы мы не вытворяли, мы его дети, поэтому он нас любит, и он показал свою любовь, жертвуя самым-самым величайшим, чтобы нас приблизить к себе, вот это нужно нам понять, почему мы здесь на земле, потому что мы должны исполнить то предназначение, знаете, не сказать нам слабо, или не слабо, в действительности, мы люди, приходящие в общину, принадлежим Божьему телу, уже здесь на земле, мы называем друг друга братьями и сестрами, через любовь, и через, знаете, вот ту жертву, которую Ишуа принес на Голгосском кресте, я верю, что наша община, это хорошее место, для того, чтобы быть Божьей общиной, быть примером, для распространения Евангелия, Ишуа Мессии, это место, где мы можем быть светом и отличаться от этого мира, мы здесь можем быть поддержкой друг другу и любить друг друга, иметь одну цель, и цель это стать учеником Мессии, и всю свою жизнь провести так, чтобы не было стыдно посмотреть Ему в глаза. Последнее, что хочу сказать, приведу пример из книги Рика Ворона, «Целеустроенная жизнь». Кто-нибудь читал ее, да? Не читал. Вот это было хорошо, чтобы почитать. Там перефразировано одно местописание. 1 Петра 2, 11. Обращение сегодня к вам. Друг, этот мир не твой дом, поэтому не ищи в нем для себя удобств, не потворствуй себе за счет своей души. Если мы, если вы и я, исполняем волю Божью, Божью цель на земле, тогда мы будем разделять и Его славу там, в небесах, с тем, кто пришел и все изменил. Тот, кто сделал небеса и все, что на них, земля и что наполняет ее. Он победил ад, он победил грех, одержал победу над смертью, и все же там, где Он, Он призывает, чтобы мы были. И Он совершит этот Песох. Последний Песох там. Он его завершит. Небо – это наше с вами место. Это наше с вами калибель. Это наша цель. Начинается она тут, здесь, на земле. Когда мы, заблудившись в этом мире зла и порока, поднимаем нашу голову, ища ориентир в небе, в том небе, куда нас зовет Господь. Мы с вами вернемся туда, где были сотворены, к тому или к тем, кто нас соткал по образу своему, потому что Он сказал, «Сотворим человека по образу, подобию своему». Мы предназначены для небес. И наша цель – небеса. И забывая прошлое, нам нужно идти вперед. забывая все наши неудачи, может быть, промахи, может быть, то, что мы не смогли исполнить вчера, третьего дня. Павел говорит, «Я простираюсь вперед, к высшему званию». Вчера уже прошло, никто из вас не может изменить вчерашнего дня. Но мы можем повлиять на будущее. Я верю, что Бог призывает нас стряхнуть себя с суету этого мира. Наши заботы – ползлите на Него. Наши проблемы – возложите на Него. Ибо Он сам печется о нас. Как ты можешь изменить завтрашний день, делая то, что ты хочешь, чтобы Он сделал? Вместо того, чтобы верить, что Он сделает так, как Ему будет угодно, а ты примешь Его выбор. для чего мы здесь на земле? Для чего ты здесь на земле? Хочу сказать так, что я здесь на земле, чтобы прожить Ее жизнь так, по-человечески, по-человечному, что когда я стану перед Ним, а я стану перед Ним, и каждый из вас, чтобы мне не было стыдно, я смотрел на Него глаза и сказал, спасибо. Спасибо, что ты пришел в этот мир ради меня одного. Ты пришел в этот мир, чтобы быть отвергнутым, а я был принят. Я хочу вернуть вас обратно в те объятия Отца, которые вы переживали раньше. Можно сильно себе навредить, забывая все то, что Бог сделал для вас. Стать духовно мертвыми, А если у нас есть доктора, понимаешь, что если бы, как бы ты мертвое тело не резал, оно кричать не будет. Не станьте этими людьми, мертвыми, бездушными. И пускай ваше каменное сердце, которое из-за обстоятельств, ситуаций, может быть, отвержухи, которая у вас вселилась за последнее время, не сделает ваше сердце каменным. Но вы пришли бы к Нему. И пускай Он вам покажет, что Он, будучи отверженным, дал возможность нам быть принятым. Сегодня у нас слева преломление. Я прошу, чтобы участвовали все те, кто прошли водное погружение. конечно же, если вы на замечании, либо на дисциплинарном взыскании, конечно же, хотелось бы, чтобы вы участвовали в этом. Может быть, покаялись, но никто об этом не знает, только вы и Бог. Но, как всегда, Бог заинтересован не только в себе и в вас, Он заинтересован всегда в вашем соседе, с правой, с левой стороны. Поэтому Иисус говорит, лучше бы тебе жерна на шею, да, чтобы ты не был преткновением. Не будьте преткновением друг к другу, потому что Бог заботится друг о друге, о нас с вами. Но если вы сегодня готовы примириться с Богом, может быть, те согрешения, которые мешают вам выйти вперед, сделать этот шаг веры в служении, в надежде в Боге, сделать какой-то шаг, который вы не делали раньше. Сегодня я верю, что будет ломаться тот стереотип, который у нас иногда случается. Меня не понимают, меня не видят, меня не замечают, я отвержен другими словами. Я ничем вам не могу помочь, абсолютно, честно. Хотел бы так, как-то так помолиться, чтобы отвержуха ушла, но не получается, это ваша проблема. Знаете, почему? Потому что не я взял вашу отвержуху на себя, он это сделал. Если он сделал, то отдайте ему, отдайте ему вашу отвержуху. Станьте частью семьи Божьей, которая победоносна над грехом. В первую очередь у вас есть сила, потому что он дал нам силу. Дал Дух Святой, чтобы вы побеждали грех, побеждали вашу плоть, плотяру такую, которую она выражает словами, ненависть всевозможная, пророчество хотел сказать, проклятие. А кто знает, и так, и так оно получается. Но если неправильное сердце с отвержением, то и пророчество не будет хорошим. В свободу призвал вас Мессия. Свобода. А свобода не обижается. Свобода все переносит, все терпит. Свобода не ищет своего, потому что она свобода. Не свободный высказать, что хочешь, а наоборот, свобода принять. На тебе она ехать, ты говоришь спасибо. Сказать спасибо. Трудно сказать спасибо, когда вас обличают, да? А, надо ответить обратно. Так, чтобы как на привозе и вам того же. Благословенный, Божий. А что внутри делается? Нам нужно менять. наши отношения, кто мы. И сегодня мы поборемся с отвержухой, правда? Давайте, нам нужно ее отдать обратно. Кто ее забрал, поменял, давай отдадим сегодня. Мы ставим сейчас на наши ноги. Из самых последних рядов во время поклонения я приглашаю воспринять тело и кровь Мессии как завет вечный. Мы все вместе примем. Исповедовать друг перед другом может свои грехи. если муж и жена здесь вместе. Я считаю, что это семейное должно быть тоже клевопреломление, где муж может сказать жене прости, и жена может тоже сказать прости, исповедовать. если жены нету, можете на смс ей написать. Сегодня хорошая технология. Раньше нужно было бегать в село за 300 километров просить прощения, а сегодня можно быстро через интернет ушло в небо и вернулось на землю. Друзья, время быть сильными. Дьявол уже довольно погнушался многими из вас. Вы сильны. Вы сильны. Вы сильны переступить эту границу вашей гордости. А нет так, Бог говорит, я противлюсь вам. Бог все показал для того, чтобы мы были свободными. И сегодня вы приступаете к свободе, вот этой свободе. Прошу вас, участвуйте. И можете стоять здесь, идти туда. Я думаю, что у нас здесь места хватает. Можно стать все вместе, и мы сколько есть возможностей, и мы примем все вместе это хлебопреломление. Друг Друг что мы освобожденные, свободные люди в тебе приняли свое принадлежность тому, кому мы принадлежим. А мы твои. Живем ли мы или умираем, мы Господни. Потому что Бог освободил нас от гнета, от отвержения и дал нам предназначение, что мы твои дети. И мы стремимся туда, в небеса. Наш ориентир там, мы ищем его там, поднимаем наши головы туда, откуда приходит наша помощь. А моя помощь приходит от Господа, сотворившего небо и землю. Он моя защита и Он мое убежище. Может, только крови, ищем его. Спасибо. 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 Спасибо тебе. Верен, обещаю. Господь, ты верен. Три Господь, Три Господь, Мечтель, Три Господь, Три Господь, Житом и крепость, Три Господь, Три Господь, Наши своблизи, Три Господь, Три Господь, Нет, не может смыть любовь, Может, только кровь не жула, Чистым сделать меня, Но, может, только кровь не жула, Нет, не может смыть любовь, Может, только кровь не жула, Чистым сделать меня, Но, может, только кровь не жула, Нет, не может смыть любовь, Может, только кровь не жула, Чистым сделать меня, Но, может, только кровь не жула, Три Господь, Три Господь, Три Господь, Три Господь, Три Господь, Три Господь, Нет, не может смыть любовь, Может, только кровь не жула, Нет, не может смыть любовь, Может, только кровь не жула, Нет, не может смыть любовь, Может, только кровь не жула, Нет, не может смыть любовь, Может, только кровь не жула, Три Господь, Три Господь, Три Господь, Три Господь, Три Господь, Нет, не может смыть любовь, Может, только кровь не жула, Жизнь и везде дамы. Не воскреснуть и перейти этот землин в ту вечную землю. Это было странным для евреев слышать тогда это, Но мы понимаем, что Исаия говорит о том, Что Он действительно был пренебрегаем и не чужен, А мы ни во что не ставили Его. Многие не ставят во внимание то, что мы делаем. Мы вспоминаем о Его смерти и воскресении. Для нас, ради нас мы это делаем. Напоминаем себе о том, что мы вышли из Египта, Из дома рабства посредством крови Агнца Божьего Ишуа Мессии. И у нас здесь, друзья, нету, нету привилегий вернуться обратно. Если хотим достичь небес, еще, говорит, делайте это всякий раз. Всякий раз, когда вспоминаете, делайте это. Поэтому мы это делаем, чтобы помнить, что мы Его, мы Его. Мы искуплены, куплены дорогой ценою, ценой жизни. И нашу отвержуху, наше отвержение, наши чувства несостоятельности, Он взял на себя, чтобы мы поднялись с верой и сказали, Я все могу в укрепляющем меня ищу. Я прощаю, я благословляю, Оставляю за собой только одно – любовь. Не будьте никому ни в чем не должны, кроме взаимной любви. Проявляйте ее в словах, в молитве, в поддержке. Таким образом вы исполните завет Божий, Когда вы будете любить друг друга. Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, Давший нам хлеб от земли. Мы благодарны за истинный хлеб, сошедший с небес, Ешуа, который дал Себя преломить И быть отверженным, чтобы мы были приняты. Господь, прими. Вот это чувство наше обратно. Мы отдаем свое отвержение, мы отдаем свое отвержение. Мы отрекаемся от любого состояния отверженности. Потому что мы Твои любимы, Господь, тобою. Мы победители в Тебе, Господь. Мы поддержаны Тобою. И сейчас мы говорим, Хенели, вот я. И это Твой хлеб, Твое тело за меня ломит. Я напоминаю себе о том, что я в завете с Тобой. И если Ты со мной, кто может быть против меня? Кто? Господь, верни нам нашу человечность. Верни нам человечность и сострадание любви, Господь, друг другу, Господь Божий. В ближнем и дальнем. И всех, кого призовет Господь. Господь, да нам нести Евангелие. Да нам нести Твою любовь. Кушайте тело Мессии за Вас сломимое. Аминь. И так же чашу, когда я Песахал поднял. Он сказал, это свобода. Завет через мою кровь. И каждый раз, когда ты вспоминаешь, что ты вышел из Египта, помни, что посредством крови на косяках Твоего дома ты вышел. И посредством крови на кресте ты вышел из плена греха. Господствуй над ним. Господствуй над грехом. Потому что еще, говорит, я победил грех. У меня ключи ада и смерти. Он Господь. И поэтому мы напоминаем себе, что Он победитель и Он дает нам силу побеждать. Благословен ты, Господь, Бог наш, сей селены, дашь нам плод виноградной лозы. Спасибо, Господь, что ты есть виноградарь. Ищу его виноградная лоза. Мы твои ветви. И пребываем на ней. Приносим много плода. Верой мы держимся за нашего Мессии. Петь кровь Нового Завета. Аминь. Возьмите за руки. Для тех, кто у нас в гостях. Скажите, мы попали в очень интересную общину. Мы попали в общину, где есть верующие люди. Из евреев и не только. Где мы называем себя Божьим народом. Основываясь на офисианам, где написано, что своим телом Мессия разрушил вековую стену, которая стояла между народами. Мы называем друг друга братья и сестры. В причине того, что мы соединены одни Мессии. Если вы хотите принять Ешуа личным спасителем, помолитесь простой молитвой с вашим соседом. Скажите, слух, Абба, я знаю, что я грешен. Я чувствую себя отверженным. Я чувствую себя отверженным. Я чувствую себя отужу. Я чувствую себя отображение, которые могут�ать. Я чувствую себя отстигивания, коментарное и терменности. И я чувствую себя, в солнце, что ты умеешь отрепляй, когда действуешь. Я чувствую себя отбыть. моей жизни может быть это не только молитва от тех кто пришли первый раз сюда когда не принимали что может нам тех верующих которые давно верующие и забыли что такое жить по благодати должна быть вашей молитвой измени меня я не хочу быть прежним послание сегодня к нам новый день слушай израиль господь бог бог один есть если ты услышишь его голос иди к нему и он тебе поможет люди не помогут он тебе поможет и бог завещает арону через моисея скажи сынам арону и всем кто будет после так благословляйте друг друга так благословляйте сынов израиля говоря им да благословить тебя господь и сохранить да презрит на тебя господь в этом лицессе помилуй тебя да обратить свое лицо господь на тебя пускай это будет сильным провозглашением твоему телу твоему разуму твоей душе твоему духу улыбнется тебе скажет сын мой дочь моя ты мой никому тебя не отдам те приключения которые ты находишься не в причине того что ты так плохо потому что я хочу тебе помочь откройся и он скажет тебе шалом мир тебе мир тебе твоим детям твоим родителям твоему дому мир тебе потому что ты знаешь его у нас другое призвание у нас другое призвание быть благословением ябехеха одонай ва ешмареха ябехеха одонай панавелеха ва ешмареха ва ешмареха шалом бешемешу мошхейну амен ва ешмареха ва ешмареха ва ешмареха ва ешмареха ва ешмареха ва ешмареха ва ешмареха